Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и в сегодняшнем видео обсуждаем стартовавший ивент на Elephant. Знаете ли вы, что Elephant появился у меня в виде обзора на канале буквально через 2-3 минуты после того, как прогремела новость новостной ленте о том, что он в принципе появится в игре завтра, то бишь уже сегодня в игровом событии, и его можно будет попытать счастья забрать себе абсолютно бесплатно. Так вот, если вы за свежие новости, за своевременное информирование вас о каких-то игровых событиях, за честные разборы всех ивентов, квестов, открытие рулеток, прокруты их, ну и соответственно открытие контейнеров, обязательный зацен всей техники, которая в игре появляется или уже есть, и все это своевременно, очень быстро, а главное честно, то подписывайтесь на канал прямо сейчас. Ребят, подпишитесь на канал на месяц и поверьте мне, вы не пожалеете и у вас не появится желание от него отписываться. Я больше чем уверен, что вы с радостью останетесь в рядах 34 тысяч пользователей, которые уже подписались на данный канал. Спасибо вам большое за оказанное доверие и поверьте мне, я сделаю все возможное для того, чтобы его оправдать. Что касается Elephant, то мы его уже заценили, как я сговорил, обзор вышел еще вчера, ссылочку положу в описании, плюс к тому мы на прямой трансляции, на которую ссылку я тоже оставлю в описании, тестили его в течение часа в рандомных боях и смотрели, что это за зверь такой. Ну, в общем, если вам интересно, что машина представляет собой средними руками, то обязательно заходите по ссылочкам и посмотрите. Что касается игрового события, логика игрового события очень простая, а забрать себе главную награду сможет далеко не каждый, ну, по крайней мере, полностью бесплатно. Кстати, да, его можно просто взять и купить, хоть сейчас, за 10 тысяч голды, но для Elephant это действительно дорого и я оцениваю его, ну, как максимум, в 6-6,5 тысяч голды, без его внешнего вида, без которого, кстати, он вообще не смотрится, но это действительно факт. Для того, чтобы забрать Elephant из этого игрового события, вам необходимо собрать, как вы видите, 10 вот таких вот детонаторов. Где их взять? С первых 3 вы сможете забрать вот здесь вот в верхней цепочке. Для того, чтобы пройти полностью данную цепочку, вам необходимо собрать 64 эмблемы классности. За знак классности мастера вы будете получать 15 таких эмблем, за знак классности первой степени 7 эмблем, за знак классности второй степени всего лишь 3 эмблемы, ну, и всего лишь одну эмблемку вы будете получать за знак классности третьей степени. О чем это говорит? Что если на калькуляторе 64 делить на знаки классности мастера, то вы должны будете сделать, для того, чтобы пройти всю цепочку, 4 знака классности мастер, сделать одну вторую степень и одну первую степень, и будет аккурат 64 эмблемки в вашей копилке. Для того, чтобы забрать все то же самое, но не получая знаки классности мастера, а действительно есть очень много игроков, которые не могут собирать эти знаки прям налегке, вам необходимо будет, допустим, 10 степеней первых для того, чтобы пройти цепочку. Вам необходимо будет в отношении вторых степеней 22 таких вторых степеней, ну и знак классности третьей степени целых 64, короче говоря 64 победных боя со знаком классности третьей степени и пройденная цепочка у вас в кармане. Действительно очень сложно для тех, кому эти степени даются с трудом, но это только для того, чтобы забрать первых 3 вот этих вот детонаторов. Дальше вам необходимо по 9 штук эмблем классности получать для того, чтобы закрывать до бесконечности, кстати, ребята, это можно делать, детонаторы получая, ну и соответственно вам необходимо набить еще 7 таких детонаторов. 7 на 9 получается 63, ну и выходит, что в принципе для того, чтобы забрать себе гарантированно элефанта, вам необходимо либо 8-10-11 знаков классности мастера набить за 10 дней, либо 20 получить знаков классности первой степени, либо 44 знака классности второй степени, ну а для тех, кто рассчитывает только на знаки классности третьей степени, молитесь, потому что вам необходимо 128 таких знаков классности. Короче говоря, тем, кому мастер дается не так уж и сложно, пройти будет легко. Парадокс, но факт. Что касается возможности элефанта получить, ну получить его в принципе может каждый, у кого есть какой-то запас голды, и вы можете его хоть сейчас просто взять и купить за 10 тысяч золотом, но я считаю, что машина стоит в лучшем случае 6, это факт, продать, кстати, его можно за 3750. Что планирую делать я? Я попотею, попотею и посмотрю, сколько будет стоить докупить себе данную машину, и скорее всего просто буду докупать для того, чтобы машина была у меня в ангаре, в коллекции, но сомневаюсь, что я буду часто на нем играть. Что касается второго способа получения, то это по одному детонатору отдавать за то, чтобы открыть вот этот контейнер элефант. В данном контейнере у нас есть сам элефант, у нас есть еще дополнительная награда Черчилль 3, ну и у нас есть вот эти вот талисманчики, собрав которых 20 штук, вы просто гарантированного себе элефанта получите. Ну блин, 20 штук собрать для того, чтобы гарантированно получить элефанта тогда, когда 10 надо, для того, чтобы просто его забрать из этой же линейки, мне кажется, это абсурд. Что касается шансов выпадения, то на элефанта шанс выпадения 2%, на Черчилля 8%. Короче говоря, мне что-то кажется, что все-таки гораздо выгоднее и гораздо интереснее элефанта просто взять и забрать за 10 вот этих детонаторов, нежели пытать счастье и открывать вот эти контейнеры. Ну или в конце концов, собрать столько детонаторов, сколько вы по силам себе позволите, ну и, соответственно, потом его просто докупить. Меня радует то, что здесь есть 780 сниппетов, что поможет проходить сезон. Тут есть бустеры голды, но в целом я не могу сказать, что вся вот эта цепочка принесет прям действительно какой-то крутой куш. Я бы сказал, что в целом все это игровое событие, оно нацелено исключительно на саму главную награду. И это действительно факт. Как проходить и проходить ли вообще, потеть, не потеть, здесь, ребята, решайте сами. Мое дело дать вам калькуляцию и высказать свое честное мнение по поводу как самой главной награды, так и игрового события в целом. Если вам этой честности достаточно и она вам заходит, то, пожалуйста, как я уже говорил, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Что же касается меня, то я планирую сегодня вечером начать проходить данное игровое событие на прямых трансляциях. Ну и, соответственно, приглашаю всех ко мне в гости вечерком посидеть, пообщаться. Дружный чат, приятная атмосфера. Все это вам гарантировано как зрителям. Приходите, буду вам безумно рад. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.